С появлением охватательных движений где-то на рубеже первого и второго полугодия перед ребенком открываются совершенно новые перспективы. И второе полугодие, хотя вроде как их отделяет всего несколько недель, но это совершенно другой период жизни ребенка. И здесь его главные интересы сосредоточены вокруг предметов. И здесь, конечно, игрушки имеют очень большое значение для развития ребенка. Первоначально движения малыша очень однообразные и примитивные. Он просто схватывает и все. Схватывает, берет в рот, трясет и так далее. Но когда мы ему даем разные предметы, которые требуют разного способа действия, эти движения становятся более дифференцированные, более тонкие, более сложные, более интересные. Опять же, первая игрушка во втором полугодии – это погремушка. Но погремушка совершенно уже другая, которую нужно не просто трясти, но что-то с ней делать. Что-то с ней делать. И здесь эта связь между собственным действием и эффектом, который дает игрушка, она более такая тонкая и более сложная. Например, вот такую игрушку надо крутить, надо смотреть, что с ней происходит. Вот такую игрушку можно катать, можно вот так вот теребить. Да, что еще очень важно, во втором полугодии становятся рабочими две руки. Он может уже, где-то начиная со 7-9 месяцев, сидеть в креслице или на подушке, и, соответственно, у него освобождаются две руки. И вот эти погремушки, они предполагают уже движение двумя руками. Одной рукой мы держим, а другой крутим, а другой крутим. И смотрим, что происходит. И вот этот эффект от собственных движений, он просто завораживает ребенка. Он может долго-долго смотреть, что здесь, каков результат этих его движений. И, кстати, результат очень интересный, потому что тут сливаются цвета, если вы видите, да. Вот он становится такой цвет оранжевый, из желтого и красного он превращается в оранжевый. Так что эффект безусловный. Или вот такие игрушки, где можно тоже двигать пальчиком разные части ее и видеть, что от твоих движений контуры игрушки совершенно меняются. И вот этот возраст, когда обладевает ребенок разными формами движения. Вот, например, так мы качаем, так мы вращаем этих самых мишек. Или вот здесь перемещение вот этих самых гномиков. И тут и колечки, и эти самые человечки, и бубенчики. Все это очень интересные занятия, но для ребенка вот 7-8 месяцев. Вот повторяю, что здесь очень важно, что устанавливается связь между своим движением и каким-то эффектом, который дает игрушка. И в этом плане очень хороший вариант – это вот игрушки звучащие. Вот нажал на кнопочку этой рыбки, и она сейчас запоет. Она дает какую-то мелодию. И вот то, что он сам вызвал эту мелодию, что простым нажатием пальчика получилась какая-то музыка, под которой он может раскачиваться, слушать. Это очень такой важный эффект собственной силы, собственной власти, если хотите, над такими игрушками. Вот эту рыбку, ее очень любят малыши, вот 8-9 месяцев примерно. И вот такое вот постоянное манипуляции, постоянное действие с предметами приводит к тому, что предмет становится устойчивый, что возникает образ этого предмета. Поначалу предмет существует только тогда, когда малыш его видит и воспринимает. Но благодаря тому, что он постоянно с ним действует, и действует по-разному, у него складывается представление об этом предмете. И он продолжает существовать даже тогда, когда он спрятался. Опять же, это очень важное, на самом деле, свойство устойчивости или инвариантности, как говорят психологи, предмета, помогает создать игрушки. Вот, например, такая игрушка, где что-то прячется, а потом находится. Он сам ее прячет и знает, что, хотя ее не видно, этой мышке, она есть, она здесь спрятана. Вот такая простая манипуляция с прятками и поисками. Вот рыбка спряталась, ее нет. А потом она появилась, и она нашлась. Вот такая простая манипуляция очень важный дает вклад в развитие мышления ребенка, ни больше, ни меньше. И в этом плане универсальной, конечно, игрой для детей этого возраста является игра в прятки-поиски или в ку-ку. Когда мы накрываем игрушку, и она исчезла, где кубик? Нет кубика. А потом или сам ребенок, или взрослый его находит, и он обнаруживается. Вот это исчезновение и появление, есть, нет, оно производит очень такой сильный эффект, оно очень радует ребенка. И это очень полезная игра, потому что она ведет к устойчивости к предмету. И не только предмета, но и самого себя. Потому что вот этой тряпочкой можно накрыть и самого ребенка. Или мама спряталась, и ее нет. А потом она появилась, и она есть. И этот вот эффект, он важен для ощущения себя, как такого устойчивого персонажа, устойчивого субъекта. Даже если меня не видно, я ничего не вижу. Я-то есть, и мама меня ждет. И мама тоже, если она спряталась, то она никуда не исчезла. Она все равно появится. Вот это чувство уверенности в себе и в близости своей мамы, которое можно достичь с помощью вот такой вот простой операции. Это очень важное чувство, которое дает ему активность и готовность действовать. Второе полугодие – еще очень важный период такого быстрого двигательного развития ребенка. Сначала малыш у нас существо лежащее. И для него существует только верх. И только то, что вот сверху над ним наклоняется. Потом у него возникает жуткая жажда посмотреть вокруг. И когда его берут на ручки, и тем более, когда он садится, он уже может крутить головой. Значит, у него существует не только верх, но и право, лево, низ. И он может вот по своему усмотрению направлять свой взгляд. Это совершенно завораживающее ощущение для малыша. И вот многие из них просто тянутся, хотят посмотреть вокруг, требуют, чтобы их взяли на руки, чтобы обзор резко увеличивался. Потом ему становится тесно в креслице, и ему уже мало сидеть. И он вываливается из коляски или из креслица. И это значит, что пришла пора ползать. Ползание – это совершенно потрясающий вид передвижения, который характерен именно во втором полугодии. Где-то в 8-9 месяцев многие дети начинают ползать. Это движение стоит всячески приветствовать, поддерживать. И иногда ему приходится учить, потому что не все малыши сразу вот интуитивно этим овладевают. Но если вы поставите ребеночка так на коленочки, и вы покажете ему, как передвигать ручки и ножки, он моментально схватит этот способ и начнет со страшной скоростью и ловкостью двигаться по помещению. И в этом ему опять же могут помочь игрушки. Вот такие вот катящиеся мячики. Вот эти мячики очень хороши, потому что они мягкие, потому что они безопасны совершенно. Даже если малыш стукнет себя по голове или бросит в окно, ничего страшного не случится. И вот такой катящийся мячик, он создает желание, стимулирует его к движению. И вот он за ним может ползать, ползти, двигать и так далее. Его маршрут по комнате определяется вот такими катящимися игрушками. Их много, и они могут быть разные, но важно, чтобы они его тянули к движению, чтобы ему было куда ползти, чтобы они задавали ему цель этого передвижения. Вот такие замечательные игрушки помогают, стимулируют активность ребенка, и, в частности, его двигательную активность, ползательную активность, если хотите. Ну, это возраст, когда возникает очень много самых разных движений, как я уже сказала. И он овладевает нажиманием кнопки. Они обожают зажигать свет, когда нажимают на эту кнопку. Пультом телевизора очень многие уже умеют пользоваться на первом году жизни, что приводит родителей в восторг. На самом деле это, ну, понятно, что это такая бессознательная, стихийная манипуляция. В общем, огромное количество движений, которые сначала имеют такой хаотичный, неспецифический характер, то есть это движение не зависит от качества предмета и от его назначения. Но на протяжении второго полугодия под влиянием взрослого и вместе с ним ребенок начинает овладевать специфическими действиями с предметами, то есть теми действиями, которые соответствуют назначению этого предмета. Он понимает, что мячик надо катить, не грызть или сосать, что какую-нибудь лошадку надо катать вот так вот, что карандаш надо держать в руке определенным образом и так далее. И вот такие специфические движения, которые соответствуют назначению этого предмета, они подготавливают следующий этап развития малыша, а именно предметную деятельность, которая расцветает уже после года в раннем возрасте. Продолжение следует...